Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать и безумно сложных геологических схем. У микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Красторио 2 и Space Exploration. За кадром. Слишком большие изменения произошли снова. Я обожаю эти мои две любимые модификации, за то, что они высылают обновления, которые ко всем праотцам меняют крафты уже в устоявшейся схеме и не предупреждают об этом. Естественно, у меня стояли обновления, и в связи с чем рецепты крафтов достаточно большое количество поменялись, и я с этим уже ничего сделать не могу, не откатиться, ничего. Одна из тех видоизмененных рецептов это конструкция малой плотности, из-за чего мне пришлось весь этот цех перелопачивать и менять здесь практически все. До сих пор это все выглядит в очень сыром виде, и некоторые цеха даже не достроены, и пока меня скорость не особо устраивает. Но я думаю, как только доделается все это безобразие, нормально она будет организована. Также схема крафта погрузчиков была изменена, в связи с чем мне пришлось здесь городить небольшое видоизменение по крафтам. А также видоизменена была схема погрузчиков космических, а здесь все гораздо хуже. Предстоит мне сюда доставлять конструкции малой плотности, процессоры, еще и большие электромоторы. Хорошо, что я в большом формате пока что умудрился накрафтить это до того, как это все изменилось, но тем не менее, даже сейчас в таком варианте мне не особо это все радует. Мне придется потом здесь очень много перелопачивать, как минимум хотя бы в том формате, что у меня здесь банально нет электромоторов, которые я могу производить. Но потом я думаю, это все образумится, и мы как-нибудь наиве со схему перенесем. А с конструкцией малой плотности, да, наблюдается проблема, в связи с тем, что банально производство ее только начинается. Как вы можете видеть здесь, также я продолжал за кадром расширять и расширяться. Сделал здесь вот большие цеха, а все потому, что мне пришлось видоизменять систему подачи охлажденной жидкости. Как оказывается, тепловых резервуаров нужно гораздо-гораздо больше, и переработка этой терможидкости требуется гораздо-гораздо больше. Сейчас производством терможидкости до сих пор занимается вот этот вот маленький заводик, который здесь у меня был изначально построен. Ну а так по системе биохимических лабораторий нужно всего две штуки. Если так посмотреть, возможно, возможно мне одной биохимической лаборатории хватит. Но если что, вдруг я всегда могу расширить это производство здесь. А терможидкости начало не хватать в обыльных масштабах именно минус 100 градусной терможидкости. В связи с тем, что эти телескопы жрут этой жидкости просто невероятно колоссальные масштабы. И очень много потребовалось времени для того, чтобы произвести все три заполненных вот таких сундука. И теперь, благодаря тому, что наконец-то мы все это достроили, мы можем продолжать основное строительство. И продолжать заделывать эти необходимые нам технологические пакеты. Сразу, как только я туда отправлюсь. Целый 181 тепловой радиатор мне пришлось здесь разметить. А также 45 гиперохладителей. Соотношение, по-моему, у меня немножечко другое. Поскольку у меня не только же астрономические телескопы и астрономические центры приходится этим всем запитывать. Но да не важно. Сейчас же мне предстоит здесь сделать, во-первых, линию, которая производила бы мне астрономические данные. То есть смешивать все вот эти три вида данных, которые мы здесь получаем, вместе с прохладной жидкостью. Ну а дальше мы в исследовательских серверах будем объединять уже все четыре вида исследований. И получать астрономические каталоги. Сейчас это мы легко, я думаю, сделаем. Здесь пошло производство мультиспектрального астрономического анализа. А вот здесь уже этот анализ вместе со всеми данными перерабатывается в каталоге. Только единственное, что я немножечко намудрю здесь с манипуляторами. Но сейчас это быстро поправится. Конечно, нужно еще понаделать серверов. Тут у меня не хватает их немножечко. Но я думаю, это не принципиально. Главное, что 12 штук, как у меня написано в калькуляторе, я разместил. Но останутся у меня здесь только суперкомпьютеры. Суперкомпьютер в количестве 12 штук, чтобы для начала производить астрономическое открытие, а потом важные данные. И уже как раз благодаря важным данным, астрономическим открытиям и каталогам мы будем получать те самые астрономические исследовательские пакеты. В принципе, план нам понятен. Предлагаю по нему и действовать. Ну вот, в принципе, вся схема и достроилась. Я уже организовал доставку бериллиевых плит. Они доставляются прямиком вот от седова. Здесь стоят доставочные пушки и совсем с этим проблем нет. Есть, конечно, некоторые проблемы с добычей руды, но постепенно эти проблемы решаются. И здесь строится еще одна станция. Суперкомпьютеры вместе с астрономическим открытием доставляют все в эти суперкомпьютеры, где производится астрономическая симуляция. И как оказывается, это ровно такая же симуляция, что мы производим вот здесь. Вот. По сути, это те же самые важные данные. И как я посмотрел, все эти важные данные мы можем делать абсолютно из любых открытий, которые только у нас появляются. Зависит лишь от того, каких у нас будет их больше и каких меньше. И мне кажется, это очень даже хорошая новость. Ведь так получится экономить в большей или меньшей степени ресурсы. Так как практически все у меня готово. Ну как практически все у меня готово. Я могу просто эти все предметы брать, объединять и доставлять это все в исследовательский сервер. Где таким вот замечательным образом мы получаем с вами астрономические исследовательские пакеты номер один. Дроны будут без проблем эти пакеты доставлять туда в исследовательские лаборатории. А значит, я могу потихонечку начинать различного рода исследования. Например, вот эти бериллиевые стержни, что самое простое. А также вот эти дополнительные опоры лэп, для которых все готово. И вот эти пилончики. Пока пилоны не так сильно необходимы, но тем не менее, рано или поздно не понадобятся. Опа. Еще мы можем, кстати, креопушку сделать. Это мы обязательно запомним, но чуточку позже. Пока сильной необходимости в этом нет. У меня есть сейчас два пути, которых я вижу здесь в плане развития дальнейшего. Либо мы сейчас будем дальше настраивать еще два вида вот таких вот колбочек. То есть всего четыре цвета этих колбочек. Есть еще зеленый и оранжевый, пока которые мы не изучили толком. И до изучения которых мы, возможно, дадем очень скоро. Либо же мы будем целенаправленно одну из веток развивать. Допустим, вот в эту розовую ветку. И разовьем ее до четвертого уровня. Пока я не знаю, к сожалению, какой вариант развития событий и развития в этой сборочке будет более правильным. И как это нужно делать грамотно, к сожалению, я тоже пока не знаю. Но я точно знаю одно. Если мы сейчас начнем что-нибудь делать, обязательно у нас что-нибудь да получится. Я тут нашел небольшую цепочку исследований, которая состоит из коллайдера частиц, энергетического каталога второго уровня и как раз энергетического исследовательского второго пакета. Я сейчас хочу посмотреть, сможем ли мы это все делать. Если мы вдруг столкнемся с тем, что нам это недоступно, мы просто будем развиваться по второму моему плану. То есть будем еще другие цвета колбольчик исследовать. Если же у нас все получится, значит все замечательно и будем продвигаться по такому направлению. Но для этого нужно дождаться, когда все-таки все исследования завершатся. Для создания дополнительной опоры ЛЭП нужно гальминитовый кабель и бериллиевый стержень. Я смотрю, бериллия и гальминиты нужно в гигантских масштабах. И раз тут у меня мини-производство, так сказать, организовано, то почему бы мне его не продублировать? И не сделать так, чтобы бериллиевых вот этих вот пластиночек копилось гораздо большее количество. Благодаря тому, что их будет копиться больше, я смогу эти пилоны попробовать себе делать в небольшом количестве хотя бы из гальминия, которые здесь есть в минимальных масштабах. Получается, здесь вот такое вот производство небольшое организовано по созданию бериллиевых прутков. И они должны будут доставляться вот в эту вот область, где будут производиться именно пилончики. Надеюсь, что с получением пилонов дела пойдут у меня как нельзя лучше. И надеюсь, что с получением пилонов получится более компактное и красивее делать постройку вот этих вот элементов системы. 98, 99, 100. Значит, я могу посмотреть, как наконец-то будут создаваться именно вот эти энергетические пакеты второго уровня. Допустим, гальминитовые кабеля есть. Еще раз понадобятся широкие энергетические каталоги, энергетические открытия и энергетические пакеты первого уровня. То есть, грубо говоря, если так посмотреть, то все вот это имеется в наличии. Если я посмотрю, посчитаю по фабрике, пожалуйста, скажи, сколько нужно вот этих пакетов? Пакетов три. Три нужно целых исследовательских сервера для того, чтобы содержать одну такую лабораторию. Очень нехорошие новости для меня. Так, если включить немножко читерный режим, то я могу посмотреть, что из второго уровня я могу сделать третий. А из третьего я могу создавать четвертый, то есть финальный. И давай посмотрим, сколько мне нужно всего этих лабораторий на все уровни исследования. А три! Всего-то три лаборатории нужно на каждый следующий исследовательский сервер. Такие новости меня уже вполне устраивают. Если я организую производство, то что мне нужно побольше гальминия и всего остального, то вполне, мне кажется, я смогу все это реализовать. Шесть? Всего-то шесть? То есть, ты хочешь сказать то, что практически все готово у меня к тому, чтобы сделать второго уровня исследования? Это очень хорошие новости. Мне не нравится, конечно же, то, как здесь все организовано. То есть, банально, это все расширять никаким образом не получится. И, скорее всего, вот это все производство мне придется переносить на отдельные ячейки для упрощения. Но, я думаю, этим и многим другим я буду заниматься не раньше, чем в следующей серии. Если я буду это все переносить, то, думаю, никаких проблем с этим не составит. В любом случае, я изначально знал, что все это производство будет глубоко временно. И, учитывая, что это все здесь есть, то, думаю, никакого труда просто Ctrl-C, Ctrl-V туда не составит меня сделать. Так, давай посмотрим теперь по ресурсам. Получается, вот все эти рецепты есть у нас, а также есть гельминитого кобеля. То есть, я прямо сейчас могу сделать энергетический исследовательский пакет второго уровня. Но, предварительно, мне не мешало бы, конечно же, сделать в нужном масштабе исследовательские сервера. Ну, значит, сейчас я за кадром, буду, зная масштабы будущего производства, это все организовывать. По большей части, я думаю, это все рутинный, нудный и неинтересный процесс. Поэтому, это все, пожалуй, останется за кадром. Ну, и в таком случае, мы с вами на этом прекрасном моменте будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Нас ждут невероятные свершения. А пока что, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся!